В этом году, как и в предыдущих, управляющие компании Подмосковья сделали перерасчет за отопление. Перерасчет делается в соответствии с постановлением правительства номер 307 26 мая 2006 года. И перерасчет производится только в домах, в которых установлены общедомовые приборы учета. И перерасчет делается на отопление исключительно. Он делается автоматически. Мы снимаем в конце года показания приборов учета и на основании этих показаний делаем перерасчет за отопление. В нашем городе таких домов, где установлены и приняты приборы учета, к сожалению, немного. Всего 7 штук. Но теоретически установить их можно и в других домах. Для этого необходимо собрание собственников жилых помещений провести, ну, скажем так, устроить голосование, кто за, кто против, составить протокол. И потом обратиться уже к нам, управляющую компанию, с заявлением, с приложенным протоколом, что все собственники согласны на установку общедомового прибора учета. Написать к нам заявление, мы уже потом будем обращаться в ресурсоснабжающую организацию, которая будет устанавливать эти общедомовые приборы учета. Установка общедомовых приборов учета производится за счет собственников. То есть эту сумму потом раскидать, скажем так, на квартиры. В интернете на форумах активно обсуждали перерасчет затоплений. И некоторые писали, что его делали в 2012 году, а потом 3 года было затишье. К сожалению, пообщаться по этой теме на камеру никто не согласился. А вот что на это ответил пресс-секретарь управляющей компанией Ленком. Такое невозможно, потому что перерасчет производится с даты установления общедомового прибора учета. То есть как в доме установили общедомовый прибор учета, сразу же потом происходит перерасчет затоплений. Но опять же таки он делается в конце года, когда мы снимаем показания с этого прибора. Такого невозможно. Перерасчет может быть как и в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от фактического потребления тепла. Но если вы считаете, что общедомовые приборы учета помогут вам сэкономить, то вы можете провести общее собрание жильцов и обратиться в соответствующую организацию.